Саша, ну что ж, мне кажется, еще самое время сейчас перейти к нашей гости, которая уже нас заждалась. Я предлагаю согласиться с тобой. А дело в том, что у нас сегодня в гостях не простой гость, а особенный Меджет Эмиль Газеева, директор Государственного Академического Музыкально-Драматического Театра. Ну, конечно же, мы будем говорить о тех премьерах, которые ожидают зрителя. Я думаю, что будет чем удивить. Доброе утро. Доброе утро. По всему полуострову стартуют театральные сезоны, и в вашем Кремско-Татарском Театре тоже начинается. Чем вы порадуетесь сегодня? Да, стартовал театральный марафон, стартовал во Владивостоке, в Мариинском дворце. И, да, и... Даже так далеко стартовал во Владивостоке. Да, так далеко. 85 регионов России принимают участие вот в этом проекте абсолютно замечательном. Это фестиваль какой-то, конкурс был? Это... Нет, это не конкурс, это из театра в театр. Передается символ. И каждый театр имеет такую возможность познакомиться с коллективами, новыми абсолютно. Это, например, вот у нас был Владивосток... у нас был Волгоградский тюз со спектаклями. Циркмошардам – это был детский спектакль, представлен для наших деток, очень интересный спектакль был. Это брачный договор был, спектакль для взрослых. Все это очень было интересно. Одно то, что передача символа, сам процесс этот настолько торжественный, настолько интересный. Одним словом, проходит это мероприятие на очень высоком уровне. И это все очень интересно. Одно то, что есть мастер-класс, можно будет так сказать, потому как знакомиться с новым театром – это всегда интересно, это всегда что-то новое. Они что-то берут у нас, мы что-то берем у них. Это всегда общение между театралами. Оно близкое, оно нужное, продуктивное. Слушайте, а что же они взяли у нас? Что они взяли у нас? Ну, каждый театр уникален, будем так говорить. Если у нас вот восточные какие-то, больше восточные колории. Нотки, да. Это все равно для них, я так думаю, это очень интересно. У них актеры немножко в другом амплуа, наши немножечко в другом. Все равно в каждом театре свой уникальный стиль. Хотя жанры их и соединяют, но тем не менее. Ну вот мы передавали наш символ марафона, мы передавали в город Севастополь. Севастополь очень театральный город, зрители там очень тепло принимают, они активные очень. И вот три дня работал наш театр в театре Луначарского. Мы там показывали первый день хиты 70-х, 80-х. Это очень хорошая концертная программа. Для деток была подготовлена музыкальная сказка «Красавица и чудовище». И как на закрытие это был концертная программа о любви, будем так говорить. Ну, одним словом, проект очень интересный. Для нас вообще была очень большая честь, потому что из Крыма выбор выпал на нас. Мы с удовольствием, наш театр участвовал в этом проекте. А вот мне интересно, каким составом поехали, сколько человек, все ли смогли, взяли трупы, смогла отправиться? Я вам скажу такую вещь. Мы практически всю труппу задействовали, потому что это оркестр, это солисты, вокалисты, это балет весь участвовал в этом проекте. Ну и, конечно, актеры, потому что в сказке, как правило, участвует очень много актеров. И получилось, что практически 72 человека нас, мы работали в городе Севастополь. Ну, я так понимаю, что вы в последнее время только гастролируете, и нет у вас времени на крымчан. Ну, почему? Мы и по Крыму много ездим, мы вообще выездной театр, потому что такая специфика, что крымско-татарский народ, он живет в отдаленных местах, компактно проживает. Вот это и Джанкой, это Советский район, это Феодосия, Керчь. Мы ездим очень много, потому как им приехать к нам, это сложно, на самом деле это сложно. А площадки там есть? Площадки, конечно, это и в Керчи у нас очень хорошая площадка есть, и в Феодосии. Все театры очень тепло и радушно принимают. Они нам предоставляют свои площадки и дома культуры. Поэтому, как бы, проблемы в этом нет, тем более сегодня, сегодня уже настолько вот это, уже ремонты сделаны, это такие уже дома культуры, они и теплые, они уже и гримерками оснащены, они, ну, приятно работать. Ты заходишь, уже люди настолько хорошо работают на местах, будем, ну, вот так скажу, потому что действительно это видно. Это дома культуры, они совершенно в другом сегодня стиле, вообще, ну, очень уютно. Ну, в Духгаля, конечно же. Очень уютно, очень хорошо. А вот такой вопрос. Впереди еще целый год сезона. Есть что-то новенькое, какая-нибудь изюминка, которую вы подготовили именно для этого года? Нет, ну, впереди мы, впереди это 20-е, но мы уже еще не закончили 19-е, будем так говорить. Мы начали... Но у актеров сезон начинается осенью, правильно? Да, вот. А, вы имеете в виду сам театральный. Конечно, театральный сезон мы начали премьерой. Севгий и Киаеса – это любовная история, музыкальная комедия. Сегодня уже идет подготовка еще одной комедии. Впереди у нас юбилей 30-летия, мы будем праздновать 27 ноября. Юбилей будет разбит на два дня, мы его будем праздновать не в один день, а в два, потому как первый день – это будет торжественная часть, это будут поздравления, награждения. Это будут и гости у нас, я так думаю, и высоких гостей. Будем приглашать, конечно. Это будет какое-то очень торжественное мероприятие, подготавливается самим нашими режиссерами. Вот. На второй день у нас готовится мисс Хоркоза, это легенда о девушке-русалке. Вот. Это второй день. Так что… Почему такую грустную легенду выбрали для того, чтобы отметить 30-летие? Потому что вообще, почему скажу, это для крымско-татарского народа, это как визитная карточка. Вот этот спектакль, он должен быть, он обязательно должен быть, и он будет немножечко в другом качестве преподнесен. Это будет… Это надо будет смотреть. Секрет. Это истереговали. Валенький вопрос только. Скажите, это будет музыкальный спектакль? Обязательно. Это будет яркий… Очень много аранжировок крымско-татарских народных песен. Это много будет вокалистов, солистов участвовать в этом спектакле. Я так думаю, это должен быть очень хороший спектакль. А кто является автором аранжировок и музыки? Автором аранжировок у нас… Вот у нас есть ребята-музыканты, Руслан Османов есть у нас. Ну, у нас работают над аранжировками, оркестр подготовит все эти музыкальные произведения к этому спектаклю. Ну, я думаю, что… Вы еще упомянули в качестве новой премьеры эту музыкальную комедию. Повторите ее название, пожалуйста, про пару. Премьеры «Севги» и «Киайсе». Вот. Это у нас любовная история, называется спектакль. Но я хочу отметить такую вещь, что вот 12 октября у нас будет астраханский танцевальный коллектив. Очень интересный. Это вот такое красивое будет шоу. Приглашаю всех наших зрителей, которые любят танцы. Это очень хороший коллектив, профессиональный коллектив. Я так думаю, что получат зрители удовольствие от этого вечера, который будет вечер танцев. Так, давайте рекламировать свои театры. Наш не уступает. Нет, наш не уступает. Конечно, наш не уступает. Вот сегодня у нас Асан Белялов со своим творческим концертом. 22-го у нас хиты 70-х, 80-х. Это, ну, в Севастополе, во всяком случае, с большим успехом. Этот концерт прошел у нас. А вот здесь я хотела уточнить, а на каких языках будут исполняться хиты? Английский. Английский? Да. Как-то неожиданно это слышать от вас. Это я, это очень интересный концерт. В принципе, я вас приглашаю. А почему выбор полноанглийский? Ну, потому что в 70-е и 80-е именно вот эти хиты были очень популярными. Поэтому, ну... В общем, душа поет на разных языках. В общем, да, абсолютно на разных языках. Да, совершенно верно. К сожалению, беседа походит на всю, время спешит вперед. Я напоминаю в гостях в нашей студии. Меджете Мельгазиева, директор Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Большое вам спасибо за ваш анонс. Спасибо большое. Всем доброе утро.